Добрый день! Сегодня мы поговорим об истории корейцев, проживающих в России. Каким образом в России образовалась довольно большая корейская диаспора? История указывает на две основные группы переселенцев. Первая группа – это жители северных провинций Кореи, добровольно пересекшие границу с Россией в 1860 году после окончания Второй опиумной войны. Вторая группа – это корейцы с южных провинций Кореи, привезенные японцами на Сахалин до и во время Второй мировой войны. Моя личная история довольно уникальна в разрезе познавания моих корней. Я выходец из семьи переселенцев первой группы, однако мое детство и юность прошли среди сахалинских корейцев. Мне также посчастливилось жить и работать в современном обществе в Республике Корея. Итак, давайте рассмотрим первую группу корейских переселенцев. Здесь все началось с опиума. Первая опиумная война 1840-1842 годов ведется британцами против империи Цин. Ее причиной служит торговый дисбаланс между двумя странами в пользу Китая. Единственным продуктом, способным уравновесить дисбаланс, является опиум, однако он возится и распространяется в Китае нелегально. В 1839 году китайский император объявляет конец контрабанде и запрещает любую коммерческую деятельность для торговцев из Великобритании и Индии. В свете такого исхода событий Англия объявляет войну империи Цин. В 1842 году война заканчивается поражением Китая и подписание Нангинского договора утверждает открытие для Великобритании пяти портов и передачу острова Гонконг. Нангинский договор не приносит значительного улучшения торговых и дипломатических отношений для британской стороны, что послужит поводом ко второй опиумной войне. В Китае эта война считается началом современной истории страны. Вторая опиумная война 1856-60-х годов сподвигнута желанием британцев продвинуться вглубь Китая и увеличить продажи опиума. На этот раз США и Франция выступают союзниками Англии. Россия соглашается оказать поддержку Китаю в обмен на территориальные уступки. В 1860 году китайская армия терпит поражение и Пекинская конвенция кладет конец войне. Россия получает по договоренности новые территории на Дальнем Востоке, позже сформировавшие Приморский край. В результате между Россией и Кореей образуется новая и на тот момент неохраняемая граница протяженностью около 17 километров. Небольшое число жителей северной провинции Кореи Хамгём, спасаясь от голода, пересекают новую границу в поисках более плодородных земель для земледелия. К 1864 году на территории Приморского края поселяются первые 14 семей корейских переселенцев. Именно эти семьи положат начало корейской диаспоре в России. Корейские эмигранты охотно принимаются местными российскими властями и описываются в отчетах как работники с завидным трудолюбием и отличными земледельческими навыками. К 1917 году около 100 тысяч корейцев проживают в Приморском крае. К 1935 их численность удваивается и составляет около 204 тысяч. К тому времени созданы и функционируют примерно 400 корейских школ, пединститут во Владивостоке, корейский театр, 6 журналов и 7 газет. В это же время активно развивается конфликт между Китаем и Японией по причине дальнейшего расширения Японской империи на территорию Китая. В 1937 году между двумя странами разворачивается настоящая война. В этом же году Сталин подписывает постановление о депортации советских корейцев в Казахстан и Узбекистан. Официальной причиной, указанной в постановлении, является пресечение проникновения японского шпионажа на советский Дальний Восток. Данное постановление служит началом первой массовой депортации целого народа по национальному признаку в истории Советского Союза. Около 172 тысячи корейцев помещаются в поезда, состоящие из 50 вагонов каждый. Каждый вагон вмещает по 25-30 человек. Им предстоит проехать долгий путь в 9 тысяч километров в течение 40 дней до пустынных местностей Казахстана и Узбекистана. Точные данные о количестве погибших, в особенности стариков и детей за время перевозки, отсутствуют. Депортированные корейцы не имеют права выезжать за пределы Средней Азии, но в отличие от других депортированных народов, имеют право получать высшее образование и занимать руководящие должности. По прибытию в Среднюю Азию корейским детям не остается другого выбора, как идти в русские школы. В результате чего корейское население достаточно быстро ассимилируется в советском обществе и в отличие от других стран, процент смешанных браков достигает 40% к концу советского времени. Настоящая реабилитация корейцев происходит в 1953-1957 годах, после снятия всех официальных ограничений в их правах. Существующее негласное правило запрещает корейцам занимать посты в Коммунистической партии и армии. Однако в академической и административных сферах корейцы достигают хороших результатов. В 1956 году разоблачение культа личности Сталина развенчивает теорию о шпионаже корейцев. В этот год наблюдается рекордное число корейских студентов, поступивших в высшие учебные заведения. К 1989 году доля корейцев с высшим образованием в два раза превышает средние показатели по Советскому Союзу. После того, как ограничения по передвижению были сняты, многие корейцы переезжают в Россию. В настоящее время в России проживают 150 тысяч корейцев, в Казахстане 100 тысяч и 200 тысяч в Узбекистане. Какова история второй группы переселенцев, так называемых сахалинских корейцев? Давайте остановимся на ней подробнее. Сахалин – это самый большой остров России с интересной географией и историей. Он расположен к северу от Японии. В 1905 году Япония выигрывает русско-японскую войну и получает по Портсмурскому договору южную часть Сахалина, которую переименовывают в префектуру Карафута. Многие японцы поступают на службу коммерческих компаний по освоению Сахалина. В это время Корея является японской колонией, поэтому корейцы также нанимаются в качестве рабочей силы на юг Сахалина. До и во время Второй мировой войны, в связи с милитаризацией Японии, японское правительство проводит принудительную вербовку корейцев, преимущественно из южных провинций Чолла и Кёнцан, для работы на Южном Сахалине. Тотальная мобилизация корейцев начинается в 1939 году и осуществляется в три этапа. Первый этап 1939-1942 года – вербовка коммерческими компаниями. Второй этап 1942-1944 года – принудительный набор молодых рабочих Корейской рабочей ассоциации. Третий этап 1944-1945 года – трудовая повинность. В связи с усугублением военной и экономической ситуации в Японии, трудовая повинность носит форму так называемой охоты за корейцами. Специальные полицейские подразделения, состоящие из 15 человек, посылаются в корейские деревни и под страхом смерти забирают мужчин для работы на карафута. Корейцы работают в основном в угольных шахтах. Согласно воспоминаниям выживших, рабочие страдают от невыносимых условий труда. Рабочий день длится 12 часов, завтрак и обед выдаются с утра, чтобы рабочим не нужно было выходить из шахты. Когда в 1945 году японская армия капитулирует, на Сахалине проживают 358 тысяч японцев и около 50 тысяч корейцев. Японцы оставляют угольную, рыбную, деревоперерабатывающую и бумажную промышленности России, которая занимает весь Сахалин в этом же году. Правительство Японии и России достигает договоренности о возвращении сахалинских японцев на родину. А что же происходит с сахалинскими корейцами? Япония отказывается от них, так как они утрачивают японское гражданство после раздела Кореи на две части. США не желает иметь возможных шпионов на территории Южной Кореи. А Россия нуждается в квалифицированной рабочей силе для развития Южного Сахалина. В результате одна треть корейцев не получает разрешения вернуться домой и вынуждены остаться на Сахалине. Многие из них подают прошение о возвращении на родину в течение нескольких лет, но не получают положительного ответа. Некоторые отказываются принять российское гражданство и до конца жизни не теряют надежды когда-нибудь уехать домой. В 1985 году японское, российское и корейское правительства приходят к соглашению о репатриации корейцев, рожденных до 1945 года на родину. Сегодня около 4200 сахалинских корейцев проживают в 19 городах Республики Корея. Я всегда знала, что корейцы представляют великую нацию. Несмотря на все трудности, дискриминацию, депортацию и репрессии, корейцы во все времена имели репутацию трудолюбивого, целеустремленного и талантливого народа. Давайте приведем несколько примеров выдающихся советских и российских корейцев. Виктор Цой – рок-музыкант, ставший легендой для целого поколения постсоветской молодежи. Даже после его смерти в 1990 году его музыка до сих пор высоко ценится профессиональными музыкантами и фанатами. Костя Дзю – абсолютный чемпион по боксу, создавший благотворительный фонд для развития бокса в России. Основной задачей фонда является оказание поддержки юным боксерам России. Анатолий Ким – писатель, позиционирующийся в направлении магический реализм. Его романы основаны на реальной жизни и содержат элементы восточной философии и магии. В 1990 году выходит скандальный фильм «Ивин А», поставленный по его рассказу «Остановка в августе». Юлий Ким – автор песен и бар с трагической судьбой. Его отец был репрессирован и расстрелян НКВД в сталинские годы. Мать тоже была репрессирована. Юлий Ким написал множество знаменитых песен к советским фильмам, но его настоящее имя не указывалось в субтитрах в связи с диссидентским прошлым. Анни Тацой – заслуженная артистка России, певица, актриса кино и мюзиклов, телеведущая и организатор благотворительного фонда. Кто-то сказал, что у нации нет будущего, если ей неизвестно ее прошлое. Надеюсь, что это было познавательное путешествие для всех нас. Изучайте ваше прошлое, гордитесь вашими корнями и тем, кем вы являетесь сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok